Славянская радио Продолжаем разговор Давай уже тогда перейдем к вопросам Потому что тут накопилось у нас реплика вопроса Достаточно большое количество И пора бы как бы так честь знать И уже на них поотвечать Как-то хотя бы пореагировать Вопрос в эфир от Владимира Измытищ В 20 часов 11 минут поступил Здравия Лерат Как сделать компактную аптечку И чем укомплектовать Чтобы помещалась в карман И позволила выжить Если стало плохо Вот кстати я так чувствую В этом вопросе Нераскрытую вторую часть Про реанимацию Про диагностику ты поговорил Ты очень много рассказал А про реанимацию так нет Ну я думаю что сейчас по ходу Мы будем отвечать уже и про реанимацию Итак Чтобы выжить Что в аптечку положить И чтобы она еще компактная была А не как в анекдоте Скорая помощь Чтобы за тобой ездила Ну Соду Нужно туда положить немножко Баночку со спиртом Нужно положить туда Вот Нужно обязательно положить Жгут Туда Чтобы можно было перетянуться Вот Но Необходим Какой-либо антисептик Наружного применения Что тут можно Ну Самый лучший антисептик На самом деле Это наверное Не антисептик Порох хорошо там Иметь немножко пороха В аптечке Там если к примеру Что-то Какой-то глубокий порез Еще что-то Остановить Заживить не получается Пороха насыпали Подожгли И все Нафиг запекло Вот Это чтобы выжить Просто вопрос стоит Чтобы выжить Ну в общем там Сода Она При каких-то отравлениях Перекись Перекись Ну перекись тоже туда Или хлоргексидин Для промывания раны Вот А Спирт Для того чтобы Иногда принять его внутрь Это при укусах Насекомых При укусах Там каких-то животных Змей Спирт очень хорошо Помогает в этом случае Вот Ну сода в том числе Но спирт В данном случае Получше наверное Вот Жгут Приложить Положить туда В аптечку Чтобы он Перекись уже сказал Что вы лежите Потом Что еще Активированный уголь Хорошо бы Вот Боярышник Хорошо бы там иметь Настойку Боярышника В аптечке Вот Хорошо бы В аптечке иметь Маленький такой Пульсометр Вот Можно было На палец садить И сразу понять Там какой пульс Какая кардиограмма У вас Вот Что туда еще Можно в аптечку Положить Ну Вот Наверное С моей точки зрения Наверное Вот такая птичка А боярышник С какой целью Боярышник Ну там Сердце вдруг Если прихватить Человек испугается Чтобы как-то Побыстрее Повоздействовать Боярышника Принять В определенных дозах Полегче станет Хорошо Вопрос эфиру От Олега из Иркутска Здравия Арират У меня к тебе Вопрос на засыпку Когда я не ем Продолжительное время У меня краснеют Наливаются Кровью Уши Поясни себе момент Благодарю То есть человек голодный И уши красные Как это Не вспоминается Мультфильм Про Как же это Про изумрудный город Там Или с Татош Когда к людоеду попали Там красные уши Такие были у людоеда Тоже голодный видать был Ну Наверное Кто-то вспоминает Покормить хочет Поэтому уши красные Вот Но если серьезно То Ну Уши Ну Уши Проекционная зона Почек Давайте обсуждать вместе И Почки Часть выделительной системы Голодной У меня красивее Поливаются Уши Интересная Конечно Интересная Связь Уши И вот Ну Скорее всего Все-таки Связь надпочечниками С какими-то Гормональными Ситуациями Ну и поджелудочная Железа Тоже Ну Интересно Можно дополнительно Поразмышлять Над этим вопросом Подетальнее Чтобы дать Более точный вопрос Ответ Да уж Ты поразмышляй Да Ты только Увишь Кому с красными ушами Начнешь с ним Разговаривать В каких-нибудь В возвышенных материях Он тебе скажет Слушай Соловья баснями не кормят Давай пойдем в кафешку Или домой приглашай А ты сразу О Точно Уши красные Я-то не обратил Внимания Есть человек Хотел Ладненько Миколаевич И страховки Вопрос уфир У мамы на голени Со стороны спины Так называемая Рожа Черного цвета Уплотнение Как сильная Гематома Врачи Понабрали анализов Три диагноза И все разные Сказали Приходите Когда ходить Не сможете Мы Вырежем У нее Вырезана Часть Желчного Пузыря Как ей помочь Мне фраза понравилась Приходите Когда ходить Не сможете Вот эта фраза Конечно золотая Надо где-нибудь Записать себе ее Что скажешь Так На голени Со стороны спины Ну На голени Со стороны спины Там проекционная Зона почек Вот По крайней мере В нашей системе Мы считаем так Что если Происходят какие-то Потемнения Кожного покрова То это проявление Грибковой природы Возможно В почках Нужно проверить почки Подиагностировать Что и как И Может быть там Почки поражены Чем-то Может грибковой Может вирусом Каким-то Вообще Нужно посмотреть Открыть карту Проекционных зон Где точно У вас Это расположено Вот Что такое Рожие И Посмотреть Проекционно В точности Проекционно На чего Это Или почки Или мочеточник Если это мочеточник На каком участке Вот И уже Может быть Это еще Так же Следствием наличия Червей В организме Так иногда бывает Что наличие Ленточного червя Оно дает Такой вот Определенный Сигнал На область голени На область ступни Нужно еще Это проверить Нет ли ленточных червей В организме Наверное так То что касается Вот Вырезана часть Желчного пузыря Но опять же По нашему Связи между органами Можно предположить Что когда Желчный пузырь Вырезают То уже Нарушается Работа кишечника Работа кишечника Нарушается В организме Накапливаются токсины Кишечник превращается В благоприятное средство Для развития Различного форм инфекции Ну и соответственно Поэтому идет Большая нагрузка На удилительную систему Почки Это основной орган Удилительной системы И Как раз таки Так коррелируется С тем Что я раньше говорил Так связывается Поэтому обратите внимание На почки Вот В том числе Проверьте Что там Как с почками Ну и с кишечником Потому что Такое состояние кишечника Не работает Желчного пузыря Опять же Это возможность Там поселиться Каким-либо червям Хорошо Казак Вопрос эфир Арират Наклон головы Может быть От неправильного положения Атланта И что сначала Исправлять почки Или атлант Вот Ну Наверное Я догадываюсь Это казак Вот Но Опять же Там у тебя Своя система Вот А с точки зрения Нашей системы То Само Такое Неправильное положение Атланта Мы его связываем С гипертонусом Какой-либо части Мышц шеи Да Мышц какой-либо части Шеи И С нашей точки зрения Эта ситуация Все-таки Необходимо Вот Если так уже сугубо взять То есть Делай раз Делай два То Вначале Исправить почки И Параллельно с этим Корректировать Снимать Потихоньку Тонус с мышц Когда почки Станут безболезненными Хорошо Станут работать То есть Как хорошо Станут работать Ну Там Аппарат УЗИ Там далеко Не у всякого Есть дома Чтобы посмотреть Что у меня там С почками А вот Хотя бы Такой характерный Признак Как Ночная Бегать Не в туалет То есть Если человек Ночью в туалет Бегает И сразу Говорит О том Что у человека Ослабленные почки Вот И Убрать Вот это То есть Размять Привести Почки в порядок Поставить на место Параллельно С этим Разминать Мышцы шеи Поскольку Разминание Мышц шеи Мы Все равно Снимаем Проекционный Гипертонус То есть Разминая почки Мы снимаем Проекционный Гипертонус Мышц шеи Параллельно Их разминать И когда мышцы шеи Будут мягенькие Хорошенькие Вот тут уже Вся статья Взять И откорректировать Положение Кланды Крайней мере Мой взгляд Такой Идем дальше Реплика Эфир от Тианы Здравия Алексея Рерат Дело в том Что после того Как носила Брекеты Да Зубы ровные Красивые Но сильно Испортились Десны Начался Парадонтоз Борюсь я С ним В течение Пяти лет Кололи мне В десны И витамины Делали Электростимуляцию Десен Пробовала И профессиональные Специализированные Зубные Средства Пользовалась И народными Методами И травами И мазями Да чего Только не было Но эффект Временный Все равно Кровоточит Время От времени Одна надежда На ваши знания Рерат Заранее Благодарю Тиана Я уже говорил В этом эфире Об этом Что если Десны кровотосят Нужно обратить внимание На жилочные пузыри Работу печени Вот Так что Обратите внимание Туда Постарайтесь Как-то наладить Работу печени Хотя бы Начните принимать Широт Расторож Попробуйте Попить Кукурузные Рыльца Бессмертник Эти травки Ну Почитайте Об этом Как пить Почитайте Где-нибудь У меня Почитайте Вообще На других Источниках Книгах Напишите На народной Славянской Радио Мы вам Ответим Как вам Что Конкретизировать Свой вопрос По печени Прежде всего Обратите Внимание На Жорчные Пузыри Печени И потом Еще Конечно ПАЖ слюны Имеет большое Значение ПАЖ слюны Коррелируется С ПАЖ крови Вообще ПАЖ Гуморальных Жидкостных Сред Всего Организма Здесь Воглажно Имеет смысл Привести В порядок Кровь Чтобы И Сам ПАЖ Слюны Стал Таким Щелочным Или Хотя бы Нейтральным И проверить В каком состоянии Находятся Слюны Железа Они находятся Снутри Внутренней части Скул Справа И слева Там Пощупаете Найдете Болевый участок Это Скорее всего Слюна Железа Напряженная Попробуйте Ее размять Если снимете С нее болезненность То качество Слюны Улучшится Ну Вот так Наверное Идем дальше Здравия всем Вопрос в эфир От Дмитрия Мы с женой Ездили в одно Северное место По природе Похоже на Камчатку Были мы там Семь дней Шесть дней И ночей Я икал Днем и ночью Каждые три секунды Перепробовал Вот ты Чего-то смеешься Человек Мучился А ты смеешься Перепробовал Все известные методы Ничего не помогало Или помогало Временно Минут на 10-15 Я помню место Где икота началась Икоту сняли дома Таблеткой Для расслабления мышц Вопрос Шесть дней икоты Это какой-то знак для меня Или я что-то подцепил В чем Может быть причина Такой длительной Икоты Благодарю То есть Расслабили мышцы Таблеточкой И все прошло Ну так или иначе Два вопроса Заданы Какой-то знак Это был Или что И в чем причина Такой длительной икоты Может быть и знак Конечно Может быть и знак Но вообще Причина Могла быть в том Что Вот Состав воды Мог быть там Иной Какой-то состав Минеральный состав Пищи Могут быть другой Нежели Ну В любом случае Скорее всего В организме Не хватало магния Вот И нужно было Каким-то образом Магния туда добавить Может там Магнезий принять Там еще чего-то Потом Могла бы пройти Потом может просто Испугать надо было Человека Он там Расславился И наоборот Испугался Начал икать Можно было еще раз Испугать Может икота Вот прошла Но вообще Возможно Минеральный состав Там пищи Воды В том месте Который был Он каким-то образом Вот так вот Вызвал эту икоту Ну и недостаток Магния в организме Наверное так Можно Ну а знак Может кто-то Вспоминал Долго Кто-то огорчился Что уехали без него Не знаю Может быть Венозное давление А повышенное Испугачное Венозное давление Создается Слышим Нарушение Оттока Венозной крови Вот И Обычно Наибольшим препятствием Для оттока Венозной крови Может служить Отекшая Воспалительность Слегка Болезненная область Слепой кишки Возможно Там Вес Искривление Положения Там Как-то Мышцы Вены Поддавливают Поэтому Ищите Там Область Слепой Кишки Так Дальше От казака Следующий вопрос Арират Небольшие Пигментные пятна На лице Это проявление Паразитарного Заражения Массаж Живота И перекись Помогут Пигментные пятна Как мы уже говорили Это Один из признаков Бактерицидного Заражения Организма То есть Грибки В организме Присутствуют Грибки Какие они Это Можно Диагностик Можно В РТ Использовать Но На лице Смотрите В каких Точках Можно найти Карту Метода Функциональной Диагностики С проекционными Зонами Леса И посмотреть Где у вас На лице Вот эти точки Там И собственно говоря В том органе Может быть Сидеть грибок Так выражаюсь Дальше Мне понравилось Ну кстати Паразитарное Заражение Вполне может быть Оно может сопутствовать Конечно может быть Массаж живота И перекись Конечно помогут Массаж живота В любом случае Улучшает Правоснабжение Если правоснабжение Улучшается Соответственно Создается Неблагоприятный Для грибков Бактерий Фон И они начинают Потихоньку погибать И перекись Конечно поможет Потому что перекись Ты меня достал Ты мне уже По стылам стал Как можно Столько раз На дню Лезь в душу Белую мою Меня уж От тебя тошнит Обжорок Гад отроглодит Обвешай зеркалом Меня Почаще видеть Чтоб себя Как отвисает Целлюлит Как брюхо У тебя торчит С щеками Уши заслонились И зубы От еды Сточились И вены От натуги Вспухли Валик Валик Это дружок Из кухни Хоть на денек Меня забудь Возьми велосипед И в путь Вот так Или вот еще Вестник богов Про почки Хоть они Зовутся Почки Не растут Из них Листочки Две близняшки Две сестрички Соль И лишнюю водичку Аккуратно Собирают Их обязанность Такая Нас Избавят Почки Дружно От того Что нам Не нужно Вот видишь Ты рассказываешь А тут сразу Раз и Идет Такое Лирическое Отступление Творчество Так сказать Или вот еще Печень Зачем Она нам Я отвечу К примеру Является Печень Защитным Барьером Первый удар На себя Принимает Если попалась Отрава Какая Ну а еще Словно Тайный заводик Желчь Постоянно Она производит С этой работой С вольею Незримой Печень Нам просто Необходима Прямо бери И в учебники Вставляй Да Там дальше Про легкие Про скелет В общем Достаточно Интересно Это все Здесь Про мозг Даже вот есть Это вот Для маленьких Детей Я с позволения Если Вестник Богов Дозволит Я бы у себя Это где-нибудь Опубликовал Замечать А ты можешь С ним напрямую Ну как бы так Связаться И попросить Чтобы он Сделал Такие небольшие Стишки Для того Чтобы потом В дальнейшем Ты их мог Где-то Людям Рассылать И Маленьким Детишкам Рассказывать Прям ты че Так в печени Горишь Вот печень И стишок Про печень Раз Детишкам Весел И вроде Что-то В голове Осталось Так что Вот так Вот идем Дальше Елена 777 Вопрос в эфир Здравия Всем Вот такая Сложная Диагностика И насколько Она так сказать Точна Вот у китайцев Диагностика По пульсу И очень точная Спасибо Это в 21 час 5 минут И сразу После этого Ты рассказал Нам про пульс Дальше Миколаевич Стараковки Вопрос в эфир Моча Неприятно Пахнет Резко О чем Это говорит Полосы Горизонтальные На ногтях Ну Полосы Горизонтальные На ногтях Стрессы Вот Какие-то Напряжения Нервной системы Вот А Моча Неприятно Пахнет Ну Это Какую-то гадость Организма Себя выделяет Плюс Недостаток Жидкости В организме Проблемы С почками Обычно Когда Моча Вот так Плохо Пахнет Это Проблемы С почкой Возможно Какое-то Инфицирование Почек Происходит Не просто Неприятно А резко Резко Пахнет Неприятно Так Дальше Владимир Изматич Арират Здоровые Люди Тебе Попадались Каковы Отличительные Признаки Того Что С человеком Все в порядке Владимир Благодарил За вопрос Прекрасный Вопрос Самый лучший Наверное Вопрос Для меня Здоровые Люди В чем Ну Во-первых В чем-то Да Да Это человек Это Прежде всего Всегда Прекрасные Люди Они Умиротворенные Радостные Они Абсолютно Спокойные То есть Вот Внешнее Проявление Внешнее Поведение Человека Говорит О его Состоянии Организма И когда Встречаешься с человеком Он такой Умиротворенный Благостный Радостный При этом Позитивный При этом Очень спокойный Нет У него таких Таких Как бывает Все равно Человек Вроде бы И радостный Вроде Такой Благостный Но у него Эта радость Так зашкаливает Вообще Вот Это тоже Есть Проблема А вот Когда Человек При этом Еще и Спокойный Спокойная Радость Уверенность Легкость Вот Это Человек Обычно Здоровый Вот И вот Так Можно Попадались Нет Ты знаешь Несколько раз Было такое Что человек Приходил И говорит Я вот тут Занимаюсь Своим оздоровлением Посмотрите Что у меня там Животом Где у меня там Можно чуть Подкорректировать И да Смотришь Живот Живот Мягкий Практически Абсолютно Безболезненный Ты ему хлоп По пупку Иди дружище Ты здоров Ну почти так Почти так Да Он там Мне рассказывает Расскажет Что он кушает Но все равно Где-нибудь Какую-нибудь болячку Там болевую точку Где-нибудь там Пальцем найду И он залез Куда-нибудь И скажу А вот Чтобы все это убрать Можно сделать Еще вот так Как ему И как Дашь ему в печень Да уж Лучше В общем Друзья мои Когда уж Совсем прижмет Тогда идите К Рераду Он вам там Что-нибудь нащупает Куда-нибудь Что-нибудь засунет И будете Счастливы От того Что можете От него быстро убегать И сразу в ногах Резвость появляется Так это Здоровье Такой тонус Добавляется Он умеет Тонус поднять Сразу-сразу Идите Как только Сразу чего Да Да Ох уж Прямо Вот послушаешь тебя И думаешь Ладно Не буду говорить Что думаешь Говори Или это Нефирное выражение Нет уж Не буду Ладно Ну здесь Значит Каковы Отличительный признак Того Что человек Все в порядке Ты сказал Это здоровье Это Спокойствие Радостное Такое Прежде всего Да Я бы сказал Спокойствие То есть Вот Спокойный человек Это здоровый человек Неспокойный То есть Человек Суетливый Такой Непоколебимое Спокойствие Уверенность Вот это Здоровье Раз уж Говорит Здесь про Анализы Выходит Доктор И говорит Сидоров Ваши гельменты В анализах Лучше себя чувствуют Чем вы Здоровее Чем вы Дальше Репликовый эфир А нет Вопрос От Лада Что делать Если понижена Температура тела Анализы Щитовидки В порядке Ну Если понижена Температура тела То Значит В организме Переплодает Обменные Процессы С уклоном На распад Белковых соединений Катаболические Ну Может Для кого-то Это нормально Люди С этим Постоянно Живут Что делать Может быть Увечить Количество Белковой пищи В вашем рационе Посмотреть Что из этого Потом дальше Будет Отслеживать ситуацию Ну Вот Сразу Влад пишет Простите Раньше отправлял Вопрос О пониженной Метаболизме И пониженной Температуре тела Как с этим Бороться С уважением Влад Ну Вообще Бороться-то надо Нет С этим Ну Не обязательно Если температура Пониженная Насколько Там 36,5 36,2 3 В принципе 36,1 Это еще более-менее Нормально Если ниже То Наблюдайте Прежде всего Работу центральной Нервной системы И гормональной Системы Нужно отлаживать Один из простейших Способов Это прикладывать Кубик льда В область основания Черепа Там где ямка Сразу Основание черепа Заканчивается Там у нас такая ямочка Вот туда кубик льда На ночь На 30 35 минут Если мужчина И на 30 минут Если женщина Прикладываем Прикладываем И режим И таким образом Мы будем вызывать Приток крови В область Головного мозга Там Гипоталаново-гипофизный узел Это связка И туда приходит кровь И через гипоталаново-гипофизный узел И понять Какая наиболее проблемная точка И дальше уже Понимая взаимосвязь Как это связано С вашими процессами Может быть Есть какие-то там Полячки Которые вот Может какое-то образование Где-то есть Киста Или еще что Это нужно понять Есть оно Нет Но лучше даже Обследование пройти Мало ли Ну вот Влад написал 35,6 температура 35,6 Мало это маловато Конечно Можно искать причину Ну может быть Добавить белковой пищи В рацион Ну конечно Сбалансировано тоже С зеленью с овощами Но чуть-чуть добавить белка Вот И Как-нибудь Сделать какой-нибудь УЗИ В области желота Там В брюшной полости Пройти Это ультразвуковое исследование Посмотреть Как там органы поживают Ну и вот это Лед поприкладывает На затылок Посмотреть В течение месяца 30 дней Нужно поприкладывать И потом Посмотреть за результатом Вестник Богов Тебе передал Ссылку на стишки Про органы Так что Здесь чат Я ее сбросил Заходи Читай Вникай Так дальше Вопрос От Жени Макарова Из Риги Поклоны Учителю Ари Раду Какой показатель PH мочи днем Нормален для человека Среднего возраста Вегетарианза Запуталась я в знаниях Как мне пока видится Противоречивых А хочется Практического ответа И простого 7,5 Это очень щелочная моча Нездоровая Это здоровая моча Если утренняя моча У вас кислотная Вот если утренняя моча Кислотная А днем Вот 7,5 Это нормально То есть померите Утреннюю мочу Дневная моча Это не показатель Показатель Работы мочеполовой системы Это именно утренняя моча Утренняя моча Должна быть Кислотная Либо в крайнем случае Нейтральная Если утренняя моча Щелочная Это проблема почек Нужно разбираться Что там с почкой Влад продолжает Белковую пищу Пробовал увеличивать Вес увеличивается А температуры нет Ну тогда нужно смотреть Что там с организмом Приезжай короче Если есть какие-то анализы Там отправьте нам Посмотрим Что там Нет-нет Пускай уж сам приедет Ты с клизмой его встретишь Конечно С градусником Да С градусником С клизмой Ну с пчелами С пиявками Что-то у тебя еще есть Зверье мое Вот Как встретишь его Скажешь Ну что дружище Лечиться будем Или так Наздоровишься Дальше Реплика эфира От Влада из Канады Здравия с ведущим Благодарю за ответ Мы ему что отвечали Не знаю Ну просто ответили Хорошо Радостно Дальше Вопрос в эфир От Олега из Авроры Часто сводят мышцы на пальцах Рук и ноги И на спине То есть мышцы на пальцах Рук Ноги И на спине Просто пальцы на спине Не знаю Как так В общем мышцы на пальцах Рук и ног И на спине Отчего это Как с этим бороться Благодарю Ну это недостаток микроэлементов В организме Один из микроэлементов Которого не хватает Это кальций Кальций, калий И магний И медь Вот эти микроэлементы Нужно подобавлять При этом Если ногу сводят В области кроможной мышцы То скорее всего Идет песок По мочеточнику Вот Если пальцы рук Ну Если все это сразу вместе Нужно обратить внимание На негротический фон Но вообще Недостаток микроэлементов В общем Понятно Так Я предлагаю еще нам Прерваться на одну паузу Но это будет Не совсем музыкально Это будет обращение От Татьяны Так получилось Что в разговоре Одно поступило предложение От разных людей Я говорю Ну что Просто предлагайте Возьмите Это обращение Запишите И вот Вчера вечером Пришло обращение Записанное Голосом От Татьяны Дальше Немножечко Поколдовал над ним Свел Кое-что подправил Кое-что усилил Добавил И так далее И вот Давайте послушаем Что из этого Получилось И после этого Уже мы Продолжим Наше Общение В живом Эфире Итак Обращение Связанное С 9 маем Слушаем Добрый день Добрый день Я хочу С вами поговорить За утра Без предъявления Каких-либо Претензий К Советскому Союзу Без Объявления Войны Германские Бойска Напали на Нашу Стану Добрый день Два дня Два Два с половиной Года Видите Ледовую Дорогу Жизни Через Ладогу Это Мой Крым И вторая Оборона Севастополя По первому Сроку Оденьтесь Братишки По первому Сроку Это Эвакуация И запуск Заводов За Уралом Это Челябинский Тонкоград Это Составы С зерном Тыл Фронту Все Для фронта Все Для победы Это Битва За Москву Вдумайтесь Всего Тридцать Километров До Передовой Это Сталинград Сталинградская Битва Дом Павлова Стена До сих Пор Стоит Это Хатынь И Концлагеря Это Курская Дуга И Переломное Танковое Сражение Под Прохоровкой Слышите Запах Раскаленной Брони Это Освобождение Наших Окупированных Земель Это Освобождение Европы Это Наше Знамя Победы Над Рейхстагом Так Что же Такое Девятое Майя Для всех Нас Сегодня Возможно Это Просто Сухие Факты Из Википедии А вы Расспросите Старших И Может быть Этот День Наполнится Для вас Живыми Судьбами Тех Ваших Родственников Кто Воевали На фронтах И Ковали Победу В Тылу Гордить Гордиться Гордиться Славой Своих Предков Не Только Можно Но И Должно Эти Слова Сказал Александр Сергеевич Пушкин Задолго До Наших Дней Сегодня Они Звучат Для нас Особенно Актуальны Бессмертный Полк Является Ли Бессмертный Полк Проявлением Нашей Гордости За своих Предков Безусловно Колонны Полков Пройдут По всем Городам И Просторам Нашей Родины И Задачей Тех Кто Сегодня Идет В этих Колоннах Передать Эстафету Памяти Дальше Чтобы Спустя Даже Очень Много Лет Ни У Кого Не Было Сомнения В Том Кто Же Действительно Воевал И Победил В Этой Войне И Чтобы Всегда Знали И Помнили Какую Цену Заплатил Наш Народ За Свободу За Свободу Нынешней Европы И Всего Мира Дело За Молодыми Движение Бессмертный Полк Растет И Ширится Но Я думаю Что Есть Еще Которым Мы Можем Этот Полк Развернуть Это Всемирная Сеть Интернет У Меня Есть Предложение Оно Следующее Во Всех Соцсетях Таких Как Вконтакте Одноклассники Фейсбук На Форумах В Которых Вы Участвуете Везде Там Где Есть Ваша Страничка Замените На Время Праздников Свою Аватарку Фотографию Которая Вас Вашего родственника Участника Великой Отечественной Войны Не беда Если у вас нет Сканера Просто Перефотографируйте Ее телефоном Можно добавить На стену Рассказ о нем Ничего Страшного Если у вас Нет фотографий С медалями В военной Форме Для Аватарки Подойдет Любая Сделайте Это И мы Создадим В интернет Пространстве Наш Бессмертный Полк И молодое Поколение Примет Эстафету Все мы Слышали Фразу Человек Жив Пока Жива Память О нем Наши Предки Заслуживают Того Чтобы Мы О них Помнили Гордиться Славой Своих Предков Не только Можно Но и Должно День Победы День Победы День Победы Победы День Победы Вы Слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио 2 2 Мая 2017 Года Вторник По одному Из современных Календарей По одному Из старинных 21 День Месяца Посева Наречения 7525 Лето Понедельник Диагностика Реанимация Такова тема Сегодняшнего эфира Автор Сказитель Захар Белинский Ари Рад Вот Прослушаем Такое Обращение Почему Я его Поставил Да потому Что Уже Много Раз Говорилось Хотите Чтобы Радио Было Интересным Участвуйте В его Создании И вот Татьяна Недолго Думая Просто Взяла И записала То Обращение Которое Ей Показалось Правильным Которое Показалось Ей Необходимым И Которое Она Просто Взяла И Сделала Прислала Сказала Вот Слушайте Что Я записала А дальше Уже Дело Техники Не Стойте В стороне Становитесь Творцами Продолжаем Разговаривать Продолжаем Говорить Про диагностику И реанимацию С Захаром Белинским И Пока У нас Шла Шла Эта Запись Вопрос Эфир Поступил Из Ютуба От Виталия Микерова А соль Соленая Вредит Организму Благодарю Виталий За вопрос Соль Соленая Как таковой Организму Не вредит Но Излишняя Избыток соли Конечно Вредит В принципе Любой Избыток Пищи Он Для организма Вреден Если Человек Не будет Получать Соль Он Погибнет Поэтому Какое-то Небольшое Количество Соли Получать Необходимо Единственное Что Лучше Употреблять В пище Морскую Соль Черную Соль Розовую Соль Поваренную Соль Я не Употребляю Не считаю Ее полезным Потому что В ней Содержатся Другие Элементы Которые Не полезны Человеку Был Произведен Процесс Изготовления Если Нет Если Муха На нее Садилась Чуть Заряжалась На солнце Без соли Аккуратно К этому Относитесь Но Вообще Можно Иметь Ввиду Что Один Грамм Соли Задерживает 100 Миллилитров Воды В организме Поэтому Если Много Соленого То Так Или Иначе Будет Хочешь В организме Кикать Будет Накапливаться Житость В организме Человек Будет Рассчитывайте Количество А как Произведение Измерять Нормально Нормально Соль Лизнули Если Еще Лизнуть Хочется Значит Соли В организме Не хватает Лизнули Еще раз Не хочется Лизнуть Значит Хватает Больше Не надо Вот Я с тобой Полностью Согласен Про то Что Не надо Употреблять Соль Где Написано Экстра И где Она Слишком Белая Потому Что Для того Чтобы Она Была Белая Для того Чтобы Она Была Рассыпчатая Туда Добавляются Некоторые Химические Вещества Делающие Ее Рассыпчатой И Сохраняющие Эту Самую Белизну То есть Изначально Выбеляющие Думаю Что Лишней Химии Такого Плана В вашем Организме Быть Не Должно Поэтому Если У вас Есть Желание Употреблять Соль То В этом Различных Видов А черный Начиная Заканчивая Серый Розовый Какой-то Еще Главное Что Опять же Это Была Натуральная Немодная Просто Подкрашенная Какую-нибудь Розоватую Или что-то Еще Или черноватую Часто Начинают Производители Барыги Так Их Называю Устраивать Такой Процесс Подкрашивания В погоне За прибылью И в погоне За Видом Натуральности Так что Иметь это Ввиду Дальше Вопрос От Игоря Из Ярославля Здравия Ведущим Как лечить Аллергию У детей Возраст 10-13 лет Как аллергия Не написано На что Тоже Не написано Вопрос Игорь Прежде всего Нужно Обратить Внимание На кишечник Погонять Глистов Проверить Нет ли там Червей Погонять Погонять Их Чем Можно Укропом Тыквенным Семенем Можно Разбавленное Полынью Немножко Пижмы Вообще Помимо кишечника Необходимо Печень почистить Кровь почистить Минфу почистить То есть Бороться с аллергией Необходимо Прежде всего Очищением организма Это раз И Второй Аспект Это Уничтожение В организме Какой-либо Инферсии Может быть Стрептокок Может Стофилокок Может быть Черви Может быть Литки какие-то То есть Нужно понять На что Происходит Аллергическая реакция Что это В организме Убивает И соответственно С этим Побороться Дополнительно То есть Очистить И побороться С вирусами Наверное Так Можно Следующий Вопрос Из ютуба От кузнеца В пупке Пульс Обнаружить Не смог Сколько Мне осталось Это Кукушка Лучше Даст ответ Сколько Осталось Но Так Вообще Наверное Просто Чуть глубже Нужно было Подгрузить Палец Тогда бы Пульс Точно Нашелся Если Погружение Пальца Чуть глубже Вызывает Болевое Ощущение Значит Сначала Нужно Размять Живот Потихонечку Вот И положить На него Что-нибудь Теплое Горяченькое Чтобы он Расслабился И тогда Снова Пощупать Пульс Рерат Рерат Иногда Слишком глубоко Погружаясь Пупок Дотрагиваешься До позвоночника Это Я Да Поэтому Не стоит Здесь Как-то Так Очень Сильно Сувать Туда Пальцы Да Это Да Некоторые Пугаются Знаешь Раз Пупок Залез Приходят И говорят У меня Там Какая-то Штука В животе Твердая Говорят У меня там Какая-то Опухоль Наверное Такая Твердая Что-то Случилось Непонятное Где Показывают Это Позвоночник Ну как Позвоночник Да Да уж Да уж По поводу Кукушки Кукушка Кукушки Рознь Они тоже Брешут Хоть и Кукуют Но Брешут Так что Не всегда Надо спрашивать О них Вопрос В эфир От Тианы Страдаю Пониженным Давлением И зачастую Как Давление Падает Начинает Сильно Болеть Голова И шумит В ушах Подскажите С чем Может связано И как Его нормализовать Мне 21 год Не пью Не курю Матом А нет Дальше Не про это Занимаюсь Спортом А давление Скачет Вот что С ним делать Благодарю Я Возвращу Вопрос Возможно Это вид Сосудистая Дистония Здесь Нужно Снимать Напряжение С вегеративной Нервной Системы Можно Попробовать Гипоксию Метод В интернете Много роликов Смотрите Ну и Еще как момент Обратить Внимание На область Седьмого Шейного Позвонка И Мышцы Шеи Вот там Расслабить Тогда Возможно Станет Получше А вообще Организм У нас Очень умный И если Он и расширяется Судистая Русла При этом Падает давление То он Делает Это не зря Нужно Разобраться Понять В чем Проблема Опять же Обратить Внимание На живот Найти Где Самое Болезненное Место В животе Понять Что там Залог Расположено И постараться Снять Эту Болезненность Обратиться Может Каким-то Специалистам Но вообще Вот так Вот гипотонус Пониженное Давление Нужно Понимать Почему Организм Так Расширяет Сосуды При этом Общий Объем Циркулирующей Крови Недостаточен Для того Чтобы Делать Давление Более Высокое Возможно Состояние Сосудов Неудовлетворительное Может Стенка Сосудов Ломкая Здесь Если Стенка Сосудов Не очень Может Пиявок Поставить Вот Но Опять же В таком Случай Когда Малая Человек Так Так Анемичный То Здесь Малое Количество Пиявок Одна Пиявка Длить Пиявки Вообще Наилучший Способ Для Улучшения Качества Крови Состояние Сосудов Это Полное Голодание Супотребением Воды Вот Тогда Значительно Меняется Качество Крови И Вследствие Изменения Качества Крови Изменяется Состояние Стенки Сосудов Что Выберите Способ По себе И Пробуйте Раз Пиявка Два Пиявка Будет Солнышко Будет Ёлочка Лечет Там Лесенка Хорошо Виктор Леонидович Вопрос Чем Позитивом В Позитивизм От Позитивизма Позитивизма Да Позитивизма Отличается А чем Отлична Пара От По Ну Позитивизм От Позитивизма Чем Отличается Наверное Находясь На Позитиве В плане Здоровья Человек Думает О Будущем О Развитии В Будущем А Позитивизм Наверное Человек Уже К смерти Готовится Поэтому Наверное С моей Точкой Верения Вот Так Вот Ну и Конечно Нет У Паразитов Позитив Тоже Бывает Можно Конечно Паразит Тоже С позитивом Смотрит Может быть На жизнь Когда Дальше Ниже Этого Человека Доедят Пойдет Дальше В землю Развиваться Вот Наверное Тоже Ну а так Вообще Позитив Я думаю Будущее А паразитивизм Это Увидание И это Небытие Вот А чем Отличается Пара От По Пара Я не совсем Понял вопрос Чем Отличается Пара От По Может быть Разумишь Мне Алексей Что Имели Ввиду Не Ну Просто Здесь Все Просто Просто Здесь Все Я сегодня На реплике Такие Выдаю В мир Пара Зитивизм И По Зитивизм Ну Игра Слозь Такая Идет Зитивизм Оставляем А дальше Добавляем Или пара Или по Ну Пара Позитивизм В этом случае Это сверх Позитивизм Да Сверх Позитивизм От Обычного Позитивизма Ну Нет Здесь Подожди Если мы Убираем По От Позитивизма Остается Зитивизм Если мы Убираем Пара Остается Тоже Зитивизм Надо Разобраться А что Есть Зитивизм Для того Чтобы Тогда Ответить Давай Спросим Виктор Леонидович Пришли Нам Пожалуйста Ответ Что Есть Такое Зитивизм И тогда Мы тебе Ответим Что Есть Такое По И Пара Чем Они Отличаются В данном случае А Чем Отличается Пара От По Вот Точно Да Насколько Вы Смышленнее Меня Да Да Вот Давай Зитивизм Нам Пришли Что Значает Слово Зитивизм Пара От По Ну Пара Это Сверх А По Это Норма Наверное Так Ну Как Норма То есть Движение Скажем Так В уровень Да То есть В уровень Меры То есть По Это Скорее Всего Мера А Пара Это Сверх Меры Наверное Так Ну Тогда А ты знаешь Что такое Зитивизм Я вот Не знаю Что такое Зитивизм Зитивизм К ним Пришлось По Или Пар Зитивизм Это Истина Мира Земного Мира Да Но Это Если мы Говорим Про Русские Слова Тогда Зитив Зитив Зитиви Это Что Означает Это Зитиви Ну Вот Это Зитиви Понимаешь В чем Дело Когда Мы Берем Исковерканные Наземные Слова И пытаемся Их переводить По буквице Или по каким-то Еще там Слоговым Понятиям Славянским Русским То в этом случае Получается Нечто Удивительное Я считаю Что Надо сначала Дождаться Ответа Что такое Зитивизм И вот тогда Уже Можно было бы Отвечать Что такое По И пара Вот Иначе Тут начинается Игра слов Не очень Подходящая Для Нашего Варианта Расшифровки Реплика Эфира От Виталия Из Эстонии А как же Марли Или бинт В аптечке Которую Собирают В дорогу Ты же тоже Не предложил Аптечке Бинт И марлю Положить Упущение Мое Вот благодарю Виталий За подсказку Действительно Нужно И марлю И бинт И желательно И стерильные И не стерильные Иметь Вот И перчатки Тогда Одноразовые Стерильные И не стерильные Тоже иметь Чтобы работать Просто стерильные Марли Лучше На руки Надевать Стерильные Перчатки И тогда У нас будет Уже не маленькая Аптечка А большой Рюкзачок С надписью 03 Крестиком Красненьким Да Ладненько Идем дальше Идем дальше Вопрос В эфир От Жени Макаровой Меня укусил Москит В глазное Яблоко Пять лет назад Когда Ослаблен Оргономом Организм Наверное Является Ячмень Никакие средства Медикаментозные Не помогают Аптеку Не признаю Так Аптечку в сторону Про которую говорили Не признаем Не хочется На голод садиться Ну что делать Вот не хочется Тружусь много Массажист Что за вирус там Или это Почки слабые И что посоветуете Поклоны вам Благодарю за вопрос Женя Значит Раньше мы уже говорили В передаче Что если Появляется Ячмень Значит Какая-то Инфекция Вот Соответственно Вот какую-то Инфекцию Занес Москит И Как только Организм Ослабивает Появляется Ну да Появляется Ячмень Так Там еще Важное Значение Имеет Паш Слизоточивая Жидкость Вот А в свою очередь Он Паш Конечно Зависит От Гуморальной Среды От состояния Почек Конечно Тут Нужно За почками Следить Ну и плюс Можно Попить такие травки Вот она Очанка Есть такая Травка Очанка Вот Из нее Позаваривать Так Ну где-то Чайная ложка На стаканчик И поделать Примочки То есть Заварили Там Несколько часов Постоялось Постоялось И прям Ватку Туда Окунаете И на глазки На ночь Прикладываете Такие Или закапываете Глазки Очанкой Вот И она Способствует Тому Чтобы удалять Вирусы Оттуда Либо Можно Попить Перекись Водорода Либо Какие-то Другие Почевирусные Средства Для того Чтобы Это Оттуда Удалить Вот Можно Пчел поставить В параорбитального Блази Глаз Пчелиный Яд Прекрасный Антисептик Он должен Брать Как говорится Клин-клинов Вышибает Москит За яблоко Укусил Пчела Рядом с яблоком Глазным Укусит И я думаю Весь яд Этот уничтожит Я уже думал Ты предлагаешь Это прям туда В глаз Ставить Москит В глаз Укусил Нет Вот Чтобы На оба глаза Можно Прям на перенос Это поставить И тогда Влияние Пойдет На оба глаза Вот Можно Там вообще Вот Нерв Посмотреть Там Анатомически Но я сейчас могу Сказать там в области На скуле В области скулы Там идет нерв Который нервирует Глаз Вот на этот нерф Можно поставить И тогда Туда пойдет Вот Можно обставить Там на середину Брови Сверху над глазом На середину брови Там глазная точка Вот туда поставить Вот Можно под глаз Поставить Можно На перенос Поставить Можно Там Вплоть до того Что можно И на саму Веку поставить Т��iv Рядом С яичменем Ну ничего особо Ну вот, в вас отечёт, просто отёк появится, да и всё. Походить с этим отёком немножко. Единственное, перед этим, конечно, желательно бы за несколько дней соду начать пропивать. Там пару раз в день, утром и вечером. То есть утром при пробуждении, вечером при отходе ко сну. И в тот день, когда ставить чулу, тоже попить соду. Ну, так можно. Ты ещё порекомендуй хорошо запомнить сначала окружающие предметы, потому что глаза откроются не сразу, на день второй или третий. Ну, это если на оба глаза, если в оба глаза. Если в один, то второй же останется. Нет, если в переносицу поставить, то могут два глаза заплыть сразу. Ну, вот я и говорю, да. Хорошо запомните, где что находится, чтобы ориентировались так на ощупь. А то денька два будете ходить так по этому, как это называется-то, когда навигатор вам только говорит указания, но вы не видите. Вот, да. Здесь про очанку и цветки василька был совет от Елены 777 с Женей Макаровой. А пробовала ли ты очанку и цветки василька? Вот, про очанку ты тоже сказал, а про цветки василька ты не сказал. Пойдёт очанка и цветки василька? Ну, василёк тоже, но в большей степени он как там для кожных моментов. Может быть, и против вич меня пойдёт, а вот для глаза лучше очанку. То есть, прям туда капать, да, эту очанку капать, прям раскрываешь? Да, прям в глаз, да. И кто туда вылезет? Кто вылезет? Ну, может быть, какая-то штука в виде гноя там вылезет, ещё что-нибудь такое. То есть, какой-нибудь крокодил оттуда не вылезет. Ясно. Дальше идём. Идём дальше. Вопрос эфир. Рират. Человек жалуется на свист в ушах, хотя, как он говорит, всё вокруг слышит хорошо. Это связано с кровообращением в голове, состоянием сосудов? Ну, обычно это свист в ушах связан с перепадом давления, свистом, злом в ушах. Но также это может быть связано и с сосудом. Дело в том, что если сосуд расширяется, он может начать очень плотно примыкать. Какая-то, допустим, крупная артерия соприкасается с костью черепа, и человек постоянно слышит движение крови в этом сосуде. Ну, через кость вот эта вибрация передаётся, и он слышит это движение. Возможно, нужно поработать с сосудами шеи, вот с областью основания черепа, там поразминать, массаж поддевать. Седьмой шею или позвонок опять же, там банки поставить, может быть, выстучать, там синяя попа надевать. Ну, и так. В конце концов, выключить чайник на кухне, который уже кипит давно. Елена, 777, цветки и василька лучше, чем очанка. Что вы говорите? Это лучше, чем очанка. Ну, хорошо, значит, исполняется цвет. Для каждого своё. Так, вот теперь доходим до интересного вопроса от Валерия. Супруга скрипит зубами по ночам. Стандартные анализы не указывают на посторонних жителей, в кавычках. Что ещё может быть? Ну, эффективность стандартных анализов низка, там не превышает 30%. Поэтому можно сделать вегетарезонансное тестирование. На мой взгляд, это более такой компетентный метод. А можно сделать гистологическое исследование кала. То есть не во всех городах такое есть. Вот берут кал, его очень сильно замораживают, и потом делают срезы этого кала на гистологию. Вот этот кал рассматривают на мельчайшие частицы, которые у него только есть. И вот такой анализ позволяет в этом кале обозреть. Там, может быть, какие-то мелкие частицы паразитов. А стандартные анализы, они недостаточно достоверны. Поэтому старайтесь ещё что-то найти. Но скрипит зубами по ночам – это один из признаков действительно наличия кишечных червей. Плюс ещё обратить внимание на то, какой кал. Зловонный кал, не зловонный кал. Повышенное ли при этом газообразование, не повышенное газообразование. Если зловонный кал, повышенное газообразование – это ещё плюс. Если при лёгком обдавливании, допустим, болезненную область слепой кишки – это ещё плюс в сторону того, что есть черви. Если есть какие-то непонятные постоянные боли в области пупка, а вот там где-то это еще плюс в пользу того, что есть черви. Если есть проблема с кишечником, запоры, тоже плюс в сторону того, что есть черви. Если у вас есть сомнения в том, что там, вернее, положение, что есть черви, то, я думаю, не обязательно делать какие-то анализы, просто возьмите и сделайте профилактическое лечение против червей. Используйте какие-то травы, используйте промывание кишечника, это ослабительные средства. И в любом случае, желательно три раза в год. Не там раз в 10 лет, а раз в несколько лет, а три раза в год профилактически чистится от червей в кишечнике. Данил написал, анализы врут. Да, врут, бывает. Надо, мне кажется, иногда спрашивать, как слышно, супруга заскрепила зубами, спросить, дорогая, ты на кого зуб точишь? Кто тебя так не устраивает? Может, просто там элементарно недолюбил? Может быть, элементарно просто что-то не устраивает человека. Хотя паразиты тоже такие ребята ушлые, везде позалезут. Вопрос в эфир от Жени Макаровой. Арират, почему у климатерических… Климатерических. Да, девушек, ну такие слова интересные. Девушек массаж не всегда снимает повышенное давление. Эндокринка сама по себе живёт. У мужчин мгновенно нормализуется, потому что они простейшие. Шутка юмора такая. Ну, нужно, во-первых, понимать, почему повышенное давление. И понимать, как вы его определяете. Может быть, это повышенное давление внутричерепной жидкости, может быть, это кровяное давление. Кровяное давление повышенное может быть вызвано либо сердечными моментами, либо почками, либо желудком. Но вот смотря, что вы массируете. Если вы весь живот массируете, а давление всё равно остаётся, значит, тогда проблема в области седьмого шейного позвонка и шеи. Массируйте там. То есть нужно правильно знать, где массировать. А климатерические девушки, но у них в любом случае всегда ослаблена мочеполовая система, поэтому нужно заниматься почками. Если бывает так, что если мочеполовая система достаточно сильно ослаблена, с одного массажа, собственно говоря, вы не снимете спазм. И массируя живот, ведь повышенное давление, что это такое? Это реакция организма на спазм сосудов. То есть где-то сосуд сжался, и организм повышает давление общего объёма циркулирующей крови, чтобы протолкнуть туда кровь сквозь это спазмированный участок сосуда. Если вы своим массажем этот спазм с той области сосуда можете снять, тогда давление нормализуется. Если вы этот спазм своим массажем снять не можете, то о какой нормализации давления можно говорить. Спазмы часто в области почек, желудка, сердца, области шеи. Прежде всего, по области там. Это моё мнение. Ответ Жени Макаровой. Не факт, что кто-то простейший, потому что более просто настраивается. Может быть, потому и настраивается более быстро, что у него всё там схвачено и настроено. Что более высокого уровня организм-то, да? Может быть, там достаточно одну гаечку крутануть, и всё настроено, и всё вошло. А тут крутишь, крутишь, вертишь, вертишь, и ничего не получается. Так что так, что не факт, не факт. То там более простейшие, мужчины или женщины. Шутка, юмор. Ну вот, если там ещё часть вопроса, эндокринка сама по себе живёт. Но опять же, вот видите, тут почки, надпочечники смотреть, как там. Плюс можно попробовать такую штуковину утреннюю мочу и есть, принцеваться в прямую кишку. Там у нас есть рецепторы, которые регулируют состояние гормональной системы. Можно лёд на верхушку шейки сзади прикладывать. Вот как я объяснял, тоже будет идти регулировать гормональную систему. Вот эти методы попробовать, может, это изменится. А вообще, при помощи массажа живота, клематерические девушки становятся нормальными девушками и начинают менструировать. Идём дальше. Из Ютуба от Гелия Вишнёвый вопрос. В правой доле щитовидной железы узел 5 мм, уже 19 лет. Что делать? Ну, делать, прежде всего, разминать мышцы шеи, боковой поверхности шеи, вот с правой стороны, и область трапециевидной мышцы, вот здесь вот разминать. А потом посмотреть на паровую почку, что там за состояние, и на печень обратить внимание. Вот. А что делать? Ну, во-первых, вот это восстановить кровоснабжение щитовидной железы таким образом, как я сейчас сказал. Можно сделать также ещё аутогемотерапию в области вот этого узелка, в области паровой доли щитовидной железы. Но там должен быть специалист, который мог вот это обколоть кровью щитовидную железу. Влад Сокол из Канады. Можно ли записаться на приём удалённо, например, по скайпу, куда можно послать вопросы для Ари Рада? А, можно написать сюда на радио, и мне передадут. Угу. Мы передаём. Это точно. Так, ну а по поводу скайпа? Удалённо ты... По поводу скайпа? Мой скайп... Нет, ну ты, я имею в виду, ты удалённо как? Можешь помочь человеку? А, конечно, да. У меня есть такая возможность по скайпу общения, и человек пересылает мне обычно какие-то свои заключения, исследования, я их изучаю, и потом мы с ним беседуем. Либо не беседуем, потому что по электронной почте отправляю рекомендации. Иногда прошу прислать мне какие-то фотографии, там, лица, тела, осанки, языка, там, глаз, ну, чтобы как-то компенсировать того, что я человека не видел. Вот. То есть исследования, какие-то, может быть, фотографии, и подробное описание своего самочувствия. Понятно, что оно субъективное, но подробное. То есть что в него входит? В него входит, как вообще себя чувствовать, какой тон у жизни, где болит, где не болит, как спите, как просыпаетесь, ходите ли ночью в туалет, как ходите в туалет днём, как ходите по большому. То есть подробное описание своей жизнедеятельности, своего организма. То есть вот свой организм как можно более подробно описать и предоставить результаты исследования, возможно, какие-то ещё дополнительные фотографии. И тогда вот можно дать какие-то рекомендации. Возможно, я прошу сделать ещё дополнительные исследования, чего-нибудь там. Понятно. Я думал, да, конечно, можно. У меня длинные руки. Можно и по скайпу всё равно достану. Вопрос эфира Тианы из Латвии. Здравия. Как лечить кашель, который отдаёт в левое подреберье пожилому человеку? Благодарю за ответ. Благодарю за вопрос. Если этот кашель хермистый уже долго, на протяжении долгого времени, здесь нужно обратить внимание на кишечник, на состояние слизистой тонкого кишечника прежде всего. И на то, что, возможно, в лёгких присутствуют грибки. Здесь вот эти бактерии вредоносные. А если кашель отдаёт в левое подреберье пожилому человеку, то что здесь можно говорить? Здесь, скорее всего, подвоспалена селезёнка. А она самостоятельно обычно не воспалена. Она всегда воспалена в паре с правой долей печени, потому что у них общие кровеносные сосуды. То есть если есть воспаление правой долей печени, есть воспаление селезёнки. Если есть селезёнки, есть воспаление правой долей печени. И когда во время кашля происходит движение диафрагмы, то эта диафрагма каким-то неким образом воздействует на селезенку. И поскольку она находится в воспаленном состоянии, вы чувствуете боль в левом подреберье. Это один момент. Второй, что там находится в левом подреберье, там нисходящий угол пустого кишечника. Возможно, там есть какое-то воспаление. И при движении чрева, потому что когда вы кашляете, диафрагма все равно ходит, и внутри чрева органы двигаются. Возможно, воспалительный какой-то процесс в области нисходящего угла толстого кишечника. Там посмотреть. Но там что может быть? Там может быть калит. Калит может быть вызван либо глистами, либо таблетками, либо камнями, еще там неправильным питанием. То есть нужно посмотреть ситуацию по печени. То есть если правая доля печени воспалена болезненно, как можно посмотреть? Померить температуру в кубке. Если температура в кубке 3-4 градуса, значит, соответственно, печень здоровая. Если температура выше, в печени воспалительный процесс. Если температура ниже 3-4, значит, там нарушение кровоснабжения и генозный застой. При любом раскладе, если отличается от 3-4, есть воспаление в печени, возможно, есть такое же воспаление в чрезенке. И опять посмотреть, как ходите в туалет. Если там повышенное газообразование, боли в кишечнике. Если это есть, тогда, возможно, есть какой-то и калит в области нисходящей части толстого кишечника. Ну, так, наверное. На вопрос, как ходите в туалет, такой ответ. Да, по-разному. Если приспичит, то быстро. Так, дальше. Вопрос эфир от Марины. Второй год человек кашляет после прерванного таблетками ОРЗ. Кашель 2-3 раза в день до тошноты. Все анализы в нормы. Месяц дышит перекисью водорода, используя ингалятор, но пока не помогает. Что посоветуете? Так, второй год человек кашляет после прерванного таблетки. Ну, то есть ОРЗ залечили, но при этом… Ну, скорее всего, здесь вот как предыдущий вопрос отвечали. Тут нужно обратить внимание на тонкий кишечник. Если ОРЗ залечили, возможно, флору в кишечнике, там, в хвостном кишечнике подушатали. Немного уничтожили. И поэтому попробуйте восстановить работу кишечника. А что значит восстановить работу кишечника? Тут желудок и печень, отток желчи нормализовать. И тогда посмотрите, как будет работать кашель. Плюс еще дело в том, что тонкий кишечник с легкими связан через слизистую, посредством слизистой. А междуорганные связи там связаны с почкой, в большей степени с правой почкой. Поэтому посмотрите еще, как себя чувствует правая почка. Не болезнен ли она, нет ли там каких-то камушков, может быть, она смещена. Вот, займитесь, тонкий кишечник и правая почка. Попробуйте вот это посмотреть. Если какие-то есть недочеты, поведите в порядок, а потом снова обратитесь к легким. Тогда уже перекись водорода должна помочь. И потом еще ингаляция перекиси водорода друг другу рознь. Нужно понимать, какую концентрацию вы делаете и каким способом вы ее ингалируете. Как долго, какой объем, все тоже имеет значение. Геля Вишнева уточнила, что в правой доле щитовидкой железы узел 5 миллиметров, но 19 лет это не сколько этот узел, а 19 лет девушке. То есть совсем молоденькая девушка. Вот так вот, да. Все равно ничего, рекомендации от этого не поменяются. То есть то, что советовал, это надо поделать. Дальше Женя Макарова задает вопрос. Очень пористый язык с детства. Это сердце по судьбе пришло? Можно не обращать внимания, ежели нет жалоб? Ну, если с детства, может быть и сердце. Пористый язык. Вообще посмотреть, в какой части языка больше тех пор, и посмотреть, что там за проекционные зоны, и тогда понять. Тут на самом деле методов трактовки состояния языка большое количество. И, в любом случае, язык – это только вспомогательный диагностический метод. Пощупайте свой живот. Там где-нибудь найдете болячку, и порешите сначала эту болячку, потом уже к языку снова вернётесь. Дальше своеобразный вопрос от Игоря из Ярославля. Арират, подскажи, пожалуйста, как перестать употреблять финлепсин? Не сочтите это за рекламу. Показания к применению. Эпиактивность в височной доле слева. Но постарайтесь улучшить состояние желчного пузыря. У вас, скорее всего, приобретённая эпилепсия. Приобретённая эпилепсия бывает следствием нарушения работы желчного пузыря, то есть нарушения тока желчи. Поэтому если это так, и вам удастся нормализовать отток желчи и желчного пузыря, то эпиактивность снизится. Потом дополнительно ещё можно найти человека, который очень хорошо может делать гипоксию. Ну или не то что, ну хотя бы может делать гипоксию и проводить её вам в слабой форме. Гипоксия в слабой форме в периоды эпиактивности может вызывать приступ в лёгкой форме. Но постепенно вам будет становиться легче. По крайней мере, всем людям, кому пострадали эпилептическими синдромами, эпилептическим синдромом, им всем помогала гипоксия. Попробуйте гипоксию и улучшить отток желчи. Отток желчи как стимулирует. Либо употребление животного белка, либо употребление горечи, если вы вегетарианец. Употребление соды по утрам, употребление шрота растаропши и употребление желчегонных трав, то есть горьких и трав желтых цветочков. Образом говоря, если вы в травах не разбирались, смотрите, цветочек он желтый, и поэтому горький. Но это желчегонное средство в любом случае. У нас был эфир, посвященный эпилепсии. Рекомендую его послушать. Дальше. У дяди Стёпы из Ютуба вопрос в эфир. В середине ушной раковины появилось уплотнение, которое не рассасывается уже несколько месяцев. Может, от жёсткой подушки пробовал делать массаж. Не помогло. Вот в суджок терапии, там вот есть подробный, да не только в суджок, вообще в рефлексотерапии, есть подробная карта уха. И там расписаны, где в ухе какие зоны расположены. Найдите такую карту, посмотрите, где у вас расположено это уплотнение, и занимайтесь тем органом, проекцию которого вы обнаружите. А жёсткая подушка, вряд ли она не травмирует ваше ухо в этом месте. Если там, конечно, какой-то шип торчит, он изо дня в день травмирует. Пробовал делать массаж. Не помогло. Массаж ушей. Если массаж уха, там же хрящевая ткань. Собственно говоря, попробуйте поставить пчелу на это уплотнение. По крайней мере, когда вот у меня пчелу за уши кусают, у меня уши становятся мягкие, как тряпочка. Абсолютно. Вот мягкие. Вот я даже первый раз, когда у меня пчела за ухом кусила, и ухо стало такое мягкое, как тряпочка, я испугался. Ну, после завтра они отвалятся или что-нибудь ещё такое с ним будет. Я подумал, а не слоником или я остановлюсь, да? Да, вот. Кроме шуток, попробуйте поставить пчелу туда на ухо. Но единственное, прежде чем ставить на ухо, сначала там на предплечье или там на бёдра поставьте, потому что нежелательно сразу ставить на локализацию, которая достаточно близко к дыхательной системе. Вот там сначала поставьте, посмотрите, как у вас реакция на пчелу в жаление, а потом уже дальше. Гелия Вишнёва из Ютуба. Вопрос. У папы под кадыком капсулизированная опухоль размером 3х2,5х0,8. Это по данным УЗИ. Ну, если она капсулизированная и вас не беспокоит, то лучше её не трогать. Занимайтесь очищением организма. Если вы приведёте жидкостные среды своего организма к щелочной среде, то, возможно, она рассосётся каким-то образом исчезнет. А может быть, она закальцинировалась. Иногда опухоли проходят, вот, кальцинируясь. Потому что оболочку опухоли имеют всегда. Так организм создаёт опухоль, это динковая оболочка, чтобы препятствовать её расширению. И со временем без питания область может просто закальцинироваться, стать таким. Оплотнение. Может быть, там ничего и нет, но если там что-то есть, механическим путём повреждать и трогать это не нужно. Старайтесь очищать организм и принимать какие-то, может быть, опухолевые растительные препараты, какие-то, например, раковые травки попивать, периодически чагу в том числе. Мой ответ вот такой будет, наверное. Хорошо. Дойдём дальше. Вопрос в эфир от Жени Макаровой. Можно ли вылечить лайм, залеченный швейцарской медициной в течение четырёх лет висцеральной терапии плюс голдом, грамотным плюс противогельментным лечением? И что посоветовать клиенту? Я, к сожалению, в своём стыду не знаю, что такое лайм. Я тоже. Я тоже. Но что-то такое, то, что залечивается. Ну, эфиральная терапия способна на многое, причём, если вы будете добавлять какие-то методы, то, я думаю, вполне у вас будет успея. Главное понимать, основной принцип лечения от оздоровления в народной медицине, он подразумевает под собой очищение организма, восстановление качества крови, восстановление качества лимфы, работы кишечника, очищение печени, восстановление желчьего отделения и так далее. То есть восстановление всех функциональных способностей организма, и тогда организм сам по себе откорректирует своё состояние. Так часто бывает, что многие хронические заболевания являются компенсацией организма на какие-то существующие внутренние процессы. И стоит изменить эти внутренние процессы, и компенсация уходит тоже. Болезнь лайма имелась в виду, скорее всего. Ну, я к своему стыду не знаю, что это такое. Ладно, ладно. Давайте теперь немножко поговорим про реанимацию. Мы сейчас с вопросами всё закончили, вопросы больше уже не принимаем. Про реанимацию. Что делать для того, чтобы человека вернуть к жизни? Ре — это повтор, анимация — это движение, возвращение к жизни, так по-простому. Ну, опять же, нужно понимать. То есть человек просто потерял сознание, то есть у него есть два типа реанимации. Есть, когда у человека отсутствует, допустим, дыхание при имеющемся сердцебиении. Это один тип. Когда у человека отсутствует, то есть сердцебиение и дыхание. А иногда есть такой тип реанимации, когда у человека есть дыхание, есть и пульс, но он потерял сознание, и привести его в чувство особо не получается. Есть такие три разные способы. Значит, по поводу первых двух наиболее эффективный – это непрямой массаж сердца и дыхание изо рта в рот, дыхание изо рта в нос, дыхание, как у детев, делается изо рта в рот и в нос сразу. Но здесь, собственно говоря, особо останавливаться не следует. Везде масса этой информации, как это что делать. Единственное, что можно добавить, что в интернете есть большое количество роликов, где не совсем верно покажется, как это выполнять. Очень важно правильно надавливать на грудную клетку, выполняя непрямой массаж сердца. Есть ролики, где руку на грудь ставят как угодно. Так вот, когда ставишь руку на грудь, то есть неважно, с какой стороны ты подошел, большой палец нижней руки должен смотреть либо вниз, либо вверх, строго по средней линии груди. Потому что некоторые ставят, он смотрит вбок. Большой палец должен смотреть либо вверх, либо вниз. Причем верхняя рука не должна касаться... То есть мы ставим нижнюю руку, большой палец у нас смотрит посреди по этой линии груди. Сверху накрываем еще одну руку, причем верхняя рука должна быть максимально прямая. Вот в некоторых роликах, когда смотришь, вторая рука тоже касается тела. Вторая рука тела касаться не должна. Руки должны быть максимально выпрямлены. И движение в большей степени осуществляется за счет веса туловища, не за счет силы рук. Но сила рук тоже используется на руки, держим прямые. Вот такие моменты достаточно важные. Потом очень важно понимать, что когда делаешь не преломаться в сердце, его необходимо чередовать с искусственной вентиляцией легких. Дыхание без рта в рот. 10-15 нажатий осуществляем. Потом проводим где-то 4-5 вдохов внутри человека. Все, в принципе, знают, как проводить вдох. Единственное, акцентирую, что нужно положить какую-то тряпочку, платочек, салфетку, зажать нос, двинуть вперед челюсть, нижнюю челюсть чуть продвинуть вперед, чтобы освободить возможность прохода воздуха. И тогда уже вдыхать. Причем вдыхать не резко, а струя должна быть сильной, интенсивной. Тогда дыхание осуществляется. Подумается лучше. Если заметили, что вы дышите, а у человека нелегкий надувается живот, тогда нужно нажать на живот, выдавить, образно говоря, воздух из живота и зафиксировать живот своей рукой, допустим, чтобы... То есть это говорит о том, что воздух пошел по пищеводу. Не дыхательное горло, а по пищеводу. Возможно, после этого будет рвота, и поэтому, если вы увидели, что живот надулся, то можно голову человека наклонить в бок первое время. Если это будет рвота, а человек будет лежать горизонтально, то эти рвотные массы могут случайно попасть в дыхательное горло. Потому что, чтобы тут бежать, было нужно наклонить человека в бок. Вот, ну вот. Что там еще какие-то важные моменты, можно сказать? Ну, язык, очень важно потерявшего сознания человека контролировать язык, чтобы он не запал, потому что язык расслаблен, он может запасть, попасть в дыхательное горло, и человек задохнется. Поэтому его удерживать либо пальцем, либо булавкой его можно пристегнуть, либо каким-то подручным предметом, взять пальцем его, прижать, ну, платком. То есть платочком зажать и пальцем прижать. Вот, таким образом держать. Так голыми руками он скользкий, и потом, хорошо, если у вас чистые руки, а не чистые. Вот. Ну, детям, что касается детской реанимации, то и детям мы нажимаем, если это до года, то двумя пальцами. Нажимаем двумя пальцами, то есть обхватываем в грудную клетку ребенка и вот так двумя пальцами нажимаем. Там скорость нажатия, конечно, быстрее, чем у взрослых. Вот, у взрослых скорость нажатия примерно 60 качков, то есть один качок в секунду. У детей это может быть то 100 качков в минуту. Вот. Ну, и детям от года делается искусственное дыхание одной рукой уже. То есть нажимаем одной рукой где-то до 100. Вот, дальше. Причем нажатия должно осуществляться, если это взрослые, то в районе, там, каких сантиметров погружения, если ребенок, то там на сантиметрах полтора-два. Вот. Ну, это что касается классических методов реанимации. Что касается дополнительных, которые можно применять, ну, допустим, на сеансе, там, на столе, у вас человек начинает терять сознание. Ну, первое, что вы делаете, можно терять спирт, надо очень понюхать. Вот, потом шлепки по щекам, шлепайте по щекам. Случайно сам себя начнет шлепать и задел на пероход. Вот. Шлепки по щекам. Потом можно, если человек вот уже потерял сознание, или там после гипоксии сложно выходит, то здесь мы зацепляем пальцы, можно всеми четырьмя отличить на сосцевидную мышцу. Это мышца, которая идет там справа и слева от кодыка. Вот. Вот ее туда поглубже зацепляем, мы резко дергаем. Не не так, чтобы вырвать, а чтобы как струму вот так вот подергать. Там много нервных окончаний связывают с головной мозгой. Но человек бывает приходит в себя. Это один способ. Потом точка прямо под носом есть. Очень сильно туда надавить. Тоже идет стимуляция головного мозга, и человек может прийти в себя. Потом человека сажаете. Во-первых, сажаете, наклоняете немножко вперед. Это имеет значение в бессознательном состоянии. Посадили его ноги прямые, наклонили ее немножко вперед, поддерживаете. Вот. И шлепком сильный, резкий звонкий шлепок делается по области седьмого шейного позвонка. Так человек тоже идет стимуляция головного мозга. Там нервная система, человек может прийти в себя. Вот. Потом, ну, что касается запуска легких, то здесь есть не только способ дыхания, там, дыхание за рта в рот. Можно еще такой метод применить. Посадить человека. Ноги, естественно, прямые. Под спину поставить свое колено, чтобы его спина была где-то под... Ну, не 45, а где-то грамм со 70 под таким наклоном. И сверху взять, если он в одежде, в рубахе какой-то, то вот за отвороты рубахи положить свои руки примерно на верхнюю половину груди, ну, как на верхнюю половину, там, чуть ниже ключица туда, и произвести резкое, достаточно сильное нажатие, направленное нажатие грудной клетки в сторону позвоночника вниз туда. И при этом потом резко отпустить. Вот произведение таких манипуляций, оно может запускать автоматчик дыхания. Ну, что еще? Опять же, точки, расположенные на пересечении линии указательного большого пальца, резко, сильным нажатием на эти точки можно приводить человека в чувство, человеку не приходить в себя, сознанием. Вот, потом на стопе. Есть точка в середине стопы, ну, не в середине стопы, а вот где подушки, вот есть пальцы, потом есть подушки стопы, и вот прямо под подушками стопы, посередине, там есть точка очень активная, которая тоже приводит человека в сознание. Вот, также для того, чтобы иногда восстановилось дыхание, достаточно легонечко отдавить на живот. Вот, это создает выточное давление в животе. И, то есть, можно делать искусственное дыхание через живот, нажимая на живот, это будет стимулировать движение диафрагмы, таким образом, возможно, запуск динамикой работы легких. Самое основное понятие о том, что реанимацию нужно проводить, когда тело человека подало отклик, скажем так, на жизнь. То есть, что такое? Часто так бывает, что тело в крайне расслабленном состоянии, и прежде, чем такого человека реанимировать, нет, конечно, к нему можно применять методы реанимации, но эффективнее это будет, если его каким-то образом, организм, начать переводить в тонус. То есть, если мышцы организма немножко напрягутся, то есть, либо это какие-то растирательные движения, либо шлипковые движения по телу. То есть, можно немножко придать мышечный тонус. То есть, когда человек потерял сознание, он лежит в крайне расслабленном состоянии, как вот такой ватный весь. Вот немножко его желательно взбодрить, потом уже реанимирует, чтобы появился какой-то тонус, ответ жизненный. Но и как понять еще, человек умер или не умер? Самый легкий способ – это по нижней губе. То есть, вы берете нижнюю губу, оттягиваете, если она возвращается на место, значит, человек жив, или, по крайней мере, у него есть относоволка жизни. Если нижнюю губу оттягивали, но на место не вернулись, то шансов крайне мало. Ну и как понять о том, что человек жив? Ну, во-первых, дыхание либо послушать, либо зеркальце подложить, как каратин, там если он запотевает, значит, дыхание есть. Либо послушать пульс на сонной артерии, либо послушать стук сердца. Если этого ничего нет, то очень важный момент, когда вы выполняете непрямой массаж сердца, чтобы понимать, правильно вы его выполняете или нет, то когда вы надавливаете, то по сонным артериям вверх в голове должен происходить такая волна наподобие пульса. Если эта волна проходит, значит, непрямой массаж сердца вы выполняете правильно. Если этой волны нет, значит, что-то вы делаете не так. Ну, собственно говоря, в общих чертах это, наверное. так и всё. А там дальше… Алексей, может быть, ты задашь какой-нибудь вопрос, я тебе отвечу? Да вопросов, в принципе, задавать не надо. Маленькое дополнение, что есть разные случаи, когда реанимацию надо проводить очень осторожно. Это случаи, связанные с авариями, когда травма могла повлечь переломы внутренние, кровотечение, и какие-то вот такие действия активные, они могут убить человека окончательно. Поэтому если уж видите, что человек жив, но есть подозрения на внутренние переломы кровотечения, то активных действий передвижения тела желательно не делать. Есть даже какие-то были случаи, когда человека привлекали к ответственности за оказание первой медицинской помощи, потому что после аварии он начинал оказывать какую-то медицинскую помощь вращать тело, передвигать тело, и в конечном итоге сломанные кости, ребер, например, они мешали сердцу работать, и человек умирал. Так что это имейте в виду. Ну и естественно, что когда вы собираетесь делать искусственное дыхание, надо быть уверенным в том, что рот свободен, там нет лёгких воды. Это связано особенно с теми моментами, когда человек был в воде, тонул, то надо сначала эту воду из него каким-то образом вывести, то есть наклонить, например, вниз. Через колено его перегнуть. Да, через колено, чтобы вода вытекла, похлопать, и потом уже делать ему искусственное дыхание и реанимацию. То есть надо не просто так вдыхать, а чтобы лёгкие были, без грязи, без воды. Рот был чистый, без зыла, поэтому рекомендую сначала очистить рот от грязи, которая могла там быть, и тогда это подобное. Чтобы не ухудшить, чтобы туда же ещё внутрь не запихнуть воду и не запихнуть грязь. Вот ещё хотел бы рассказать такой интересный метод, он и как реанимационный может использоваться. Это техника горячего дыхания. Мы несколько раз о ней уже упоминали в наших эфирах. Что делаем? Берём, просто передаём свою жизненную энергию человеку. Каким образом выполняем? Выбихаем свою жизненную энергию через рот, берём платочек, там раза в четыре его складываем и тряпицу прикладываем его на тело человека в ходе того, что там, ну, это крайне случайно, не можете уже там сердце завести, не заводится, и берёте в область сердца со стороны спины, проще перевернули и подышали на область сердца таким вот образом, как горячее дыхание, и возможно запустить сердце таким образом. Если нужно знать правильное расположение сердца, оно находится практически посередине грудной клетки, там не слева, а практически посередине. Вот. Ну, вот так вот. И выдыхаем. Выдыхаем постепенно, мягко, можно даже сказать, медленно, с чувством, мы ощущаем, как ваша жизненная энергия проходит в тот человек и наполняет его питание. Хорошо. Про болезнь лайма. Инфекционное, преимущественно, трансмиссивное заболевание, обладающее большим полиморфизимом клинических проявлений и вызываемое, по крайней мере, тремя видами бактерий рода Боррелия, типа Спиррохет. Вот такие вот интересные слова. Дальше. Попадающий в организм при укусе иксодового клеща. Это заболевание преимущественно поражением кожи нервной и сердечно-сосудии системы опорно-двигательного аппарата. Вот такая неприятная болезнь. Этот самый лайм. Ну, вот по тому, что ты написал, я понял, что часть инфекции передается через нервное волокно, через структуру нервного волокна. А почему она это происходит? Потому что там тоже не поступает туда и то, что там находятся какие-то болезнетворные гады, их уничтожить достаточно сложно. Так вот, туда единственное, что проникает, это перекись водорода и псевдонят. И возможно, будет эффективно внутривенное использование состава на основе перекиси водорода. Вот. Можно попробовать как именно попробовать. Мне, к сожалению, не приходилось сталкиваться с пациентом с болезнью лайма, но были похожие ситуации, когда мой состав радуга-3, он помогал при подобных инфекционных ситуациях и инфекция уходила. Есть еще такой замечательный препарат, это йодоминол, нет, и и одино называется, кажется, так. Это внутривенный синий йод, как известно, йод обладает абсолютной асептической способностью и в состоянии убирать любую инфекцию. Можно попробовать этим синий йодом внутривенно. Если будут вопросы, пишите, помогу вам сконтактировать с производителями. Либо же попробовать радовый этот препарат, тот полифитоконцентрат, который я произвожу. Он тоже помогает в различных инфекционных тяжелых выливаниях. Но в любом случае хорошо бы использовать непредвиденные вливания в перекиси, подобный цикл мер, потому что перекись по разному можно использовать при лечении. Наверное, так. Хорошо. Ну что ж, давай уже прощаться с нашими радиослушателями. Что-нибудь такое скажем по теме, а может быть и без темы просто хорошая, добрая, вечная. Благодарю заставленную возможность. Хорошая, добрая вещь. Ну, прощаться не хочу. Схожу до новых встреч. Хочу верить, что встречи эти будут скорыми. Есть такая шутка, что не такой уж старый, но довольно добрый ваш друг Захар снова придет к вам эфир. Будем о чем-нибудь интересном с вами разговаривать. Что касается добрых пожеланий на сегодняшний день, тут. Ну, желаю всем быть, скажем так, в полноте, жить полной жизнью, радоваться жизни, вот, и, ну, стремиться к здоровью и думать, не то, что стремиться к здоровью, а вести осознанный здоровый образ жизни и все свое мышление направлять не на победу болезни, а на поддержание того здорового состояния, которое уже только имеется. Вот, так что обнимаю всех, до новых встреч, радости, Арират. Благодарю. Напоминаю, что Арират у нас появляется каждый первый вторник начала месяца. Вот, запомните, наступает месяц новый, вторник на календарике, знайте, у нас в эфире Захар Белинский, Арират. Вот, а от себя я скажу, что не надо никогда бороться с болезнями, надо просто поддерживать свое здоровье. Это самый хороший, достоверный, проверенный способ жизни на этой земле. Просто поддерживайте свое здоровье, то есть будьте здоровы, не боритесь с болезнями, а просто не допускайте их путем того, что ваше здоровье будет всегда при вас и оно будет крепкое. Прощаюсь с вами, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 2 мая 2017 года вторник, по одному из старинных 21 день месяца посева на речень 7525 лета понедельник. Диагностика и реанимация такова была тема сегодняшнего эфира, автор сказитель Захар Белинский и Ари Рат. Я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои, услышимся и увидимся. Быть добру. Народное Славянское радио Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова